Медицинский, научный, профессиональный, академический подкаст команды Медпресса о важном и даже больше. Добрый день, уважаемые слушатели Медпрессы. Сегодня снова поговорим о сне, а именно о том, как сон меняется с возрастом. Возрастные изменения в работе человеческого организма, в том числе в характере сна, являются объективным процессом. При этом важно различать естественные перемены от патологических нарушений. На информационном ресурсе Национальных институтов здоровья Соединенных Штатов Америки в ноябре 2017 года группа авторитетных экспертов опубликовала статью под названием «Сон при нормальном старении», в котором подробно рассматриваются особенности сна у людей старшего возраста, независимо от возможных заболеваний и соответствующего приема лекарств. Научные исследования подтверждают, что у здоровых людей в возрасте от 20 до 60 лет с течением времени снижается как средняя продолжительность ночного сна, так и общее время сна в сутки, примерно на 8-12 минут за десятилетие. Причем у женщин эта тенденция проявляется сильнее, чем у мужчин. После 60 лет длительность сна, как правило, остается постоянной. Инициация сна Время засыпания, инициация сна, у многих людей с возрастом увеличивается, и это может их беспокоить. Однако медики на основании научных исследований считают, что такие изменения в характере сна естественны и не являются патологическими. Это же касается и способности засыпать после ночных пробуждений, которых может стать больше. Длительность засыпания и начального, самого поверхностного сна, латентный период сна, неизменно с 30 до 50 лет, затем увеличивается. Такие данные получены в результате анализа сна 258 человек в возрасте от 17 до 91 года, но количественные характеристики изменений не приводятся. По данным других исследований, латентность сна действительно увеличивается с возрастом, однако масштабы перемен очень скромны. Отмечается, что здоровые пожилые люди в большинстве случаев сохраняют способность возобновлять сон после ночных пробуждений. Эффективность сна Авторы публикации указывают, что эффективность сна, отношение времени, в течение которого человек реально спит, к общему времени, отведенному для сна, продолжает постепенно снижаться и после 60 лет, что отличает ее от остальных характеристик, остающихся постоянными. Устойчивость сна Анализ, проведенный специалистами, подтвердил тенденцию к увеличению числа ночных пробуждений в людей от 30 до 60 лет и возрастанию времени повторного засыпания примерно на 10 минут за десятилетие. Однако после 60 эти параметры сна стабилизируются. Стадии сна Наукой установлено, что сон человека цикличен и при нормальной продолжительности включает от 4 до 6 циклов, каждый из которых содержит две фазы – медленную и быструю. Во время медленного сна, доля которого составляет около 75%, уменьшается частота сердечных сокращений, снижается кровяное давление и температура тела. Организм отдыхает и накапливает энергию. Для быстрого сна характерны быстрые движения глаз, колебания пульса, давление, частоты дыхания. Человек видит сны. В этой фазе головной мозг активно функционирует. Происходит обработка и сортировка полученной во время бортсмане информации. Отмечаются небольшие возрастные изменения длительности стадий сна в сторону уменьшения, которые считаются естественными. Дневной сон и дневная сонливость Исследования показывают, что пожилые люди днем спят чаще молодых. Они обычно менее заняты работой, у них снижается физическая и социальная активность и появляется больше времени и желания подремать днем. Играют роль климатические условия и традиции. Жители Средиземноморья, Китая, стран Латинской Америки, любят поспать после полудня. Представляют интерес, опубликованные в популярном американском деловом журнале Инг, исследования и рекомендации Американского космического агентства НАСА, Согласно которым, у пилотов, спавших на рабочем месте в течение 26 минут, на 54% повысилась концентрация внимания и на 34% общая эффективность действий по сравнению с коллегами, которые не спали. Короткий дневной сон улучшает настроение, память, повышает бдительность, производительность, быстроту реакции. Говорят ученые из Университета Брока, Канада. Однако длительный и глубокий сон днем, как они считают, будет способствовать вялости, также называемой инерцией сна, которая возникает при пробуждении и может нарушить ночной сон. Чтобы получить наибольшую пользу от дневного сна, НАСА рекомендует стремнуть на 10-12 минут. И этого достаточно, чтобы восстановить работоспособность и когнитивные функции. Исследователи предупреждают о необходимости отличать желание немного поспать днем от чрезмерной сонливости, которая может быть признаком болезней сердечно-сосудистой системы, депрессии, когнитивных нарушений и других серьезных сбоев в работе организма. Возрастные изменения циркадных ритмов Авторы статьи анализируют циркадные ритмы, внутренние биологические часы, которые определяют циклические изменения функционирования организма в течение суток, в том числе режим сна и бодрствования. У немолодых людей этот механизм работает менее стабильно. Сдвигается график сна. Человек раньше ложится спать вечером и просыпается рано утром. Кроме того, пожилым людям сложнее приспособиться к смене часовых поясов или работе в ночное время. С возрастом меняются циркадные ритмы выработки организма многих гормонов, и это также влияет на качество сна. В частности, снижается выработка мелатонина, повышается ночной уровень кортизола, что приводит к уменьшению доли медленного сна и частым пробуждениям у пожилых людей. Подведем итоги. Следует отличать естественные возрастные изменения параметров сна от серьезных нарушений, которые могут быть обусловлены многочисленными факторами. Общим ухудшением состояния здоровья, психическими заболеваниями, негативными изменениями в области жизни, отрицательным влиянием окружающей среды. В статье «Сон при нормальном старении» речь идет о нормальном старении практически здоровых людей. По мнению экспертов, нет никаких сомнений в том, что сон меняется в зависимости от возраста. На протяжении жизни у человека постепенно падает продолжительность и эффективность ночного сна, уменьшается глубина сна, возрастает количество и длительность ночных пробуждений. Пожилые люди, как правило, раньше ложатся спать вечером и встают утром, любят стремнуть в течение дня. Их циркадные ритмы становятся менее устойчивыми, меняется уровень секреции связанных со сном гормонов. Но к 60 годам большинство параметров сна стабилизируется и в дальнейшем у здоровых людей остается фактически неизменным. Благодарим за внимание. Медицинский, научный, профессиональный, академический подкаст команды Медпресса о важном и даже больше.